Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Я сегодня с удовольствием поздравляю самую прекрасную половину человечества с настоящим мужским праздником, с 23 февраля. Дорогие мужчины, я всем вам желаю здоровья, хорошего аппетита и прекрасного настроения. И сегодня я буду готовить отличное блюдо, оно будет нежное, сочное и по-настоящему мужское. Это баранья рука с мятой и тимьяном, запечённая в сетке. Для этого у меня есть отличная баранья рука, весом 3,5 килограмма, свежий тимьян, мята, обалденная мята. Это не просто мята, которая растёт вдоль каких-то болот. Это настоящая коктейльная мята, у неё очень сильный аромат, но очень элегантный. А также свежий розмарин. Из пряностей я использую зиру, чёрный перец горошек, белый перец горошек и кориандр, а также соль. Сейчас я все пряности разотру в ступке вместе с солью и натрем ножку. Я всегда использую только целые пряности, потому что в молотых пряностях нет аромата и там половина ещё каких-то примесей. Теперь я делаю небольшие разрезы на бараней руке и нашпиговываю её мятой, тимьяном и розмарином. Как обычно, перед приготовлением бараней руки я ищу лимфоузлы. Вот нижняя часть бараней руки, то есть часть жира, который был возле грудинки. Вот здесь, если мы делаем надрезы, вот мы уже видим лимфоузел. Он идёт вот так вдоль. Здесь он только начинается, потом идёт дальше. И вот до сюда. Поэтому весь этот кусок жира, вот даже здесь был кусочек лимфоузла малюсенький, я вырезаю. Вот, видите, это всё лимфоузел. Мы его удаляем и баранья ручка будет иметь очень аппетитный аромат. Вот сколько у вас здесь много. Барсик, Барсик, Барсик! Ух ты, хорошенький, кушай. Обычно в бараней руке или в бараней лопатке лимфоузлы находятся только в этой части. Тут их больше, скорее всего, нет. Это прекрасно. Вот так. Я немножко надрезал саму лопаточную кость и подрезал сам сустав на галяшке. Теперь делаем вот такие углубления. Кладём туда немножко травки. Вот так. Мята и тимьян очень хорошо будут подчеркивать ароматы друг друга. Поэтому сама баранья лопатка будет прекрасно работать. Мы будем запекать её при низкой температуре, при 100 градусах, часов 4-5. В зависимости от того, как быстро она будет прогреваться. Благодаря такой длительной термообработке, все жилки, какие были у баран, в барашке, жилки, плёночки, всё они растворятся и будут очень мягкие и вкусные. Я нашпиговал баранью ручку мятой. Каждой мятке я добавил или тимьян, или розмарин. С одной стороны и точно так же с другой стороны. Теперь у меня есть немного чесночка. И в некоторые разрезы я ещё положу по небольшой дольке чеснока. В галяшку тоже обязательно добавляем чесночок. Галяшка будет самая вкусная. И мы её обязательно попробуем. Чесночок уже лежит в баране ручке. Теперь я хорошенечко поливаю барашка ликую маслом первого отжима. Для того, чтобы он пропитался маслом и чтобы на масло хорошо вложились все пряности. Масло у нас будет являться передатчиком ароматов от пряностей к мясу. Также оно немножко увлажнит саму поверхность мяса и сделает его сочнее. Ммм, как пахнет! Какие благородные ароматы! Олевковое масло, кориандр, зира, смесь перцев, чеснок, тимьян, розмарин и мята. Это божественный коктейль. Вот. Как всегда, полное описание рецепта смотрите под видео. У оператора раздекут слюнки, поэтому, возможно, камера начинает растись. Это потому, что он энергично облизывается. Теперь мы даем отдохнуть бараньей руке как минимум полсуток. Баранья лапка, то есть рука баранчика, прекрасно замариновалась, отдохнула полсуток в прохладном месте. Я ее достал. Она должна быть комнатной температуры. Я беру, раскладываю сетку. Сетка у меня баранья. Вот так же складываю, как она и была, подрезанная. Прекрасно пахнет. И обматываем сеточкой. И прячем ее в вот такой круглый противень, то есть сковорода. Вот здесь слишком тонкая сетка, а она будет обращена к грилю, поэтому я возьму и еще накрою вот таким слоем, чтобы не слишком мяско там сушилось. Все, все отлично. Комнатная температура. Я ставлю в холодную духовку на холодном противне и включаю духовку на 100 градусов. Около двух часов баранья рука будет только прогреваться. После этого начинаем отсчет времени. И вот, наконец, баранья рука уже готова. Снимаем прекрасную, красивую сетку. Пробуем надрез. Раз и два. Конечно, естественно, мне многие мои зрители говорят, ты все вещи комментируешь, что ты делаешь. Я рассказываю, баранья ручка отдохнула после духовки еще около 10 минут, для того, чтобы все соки в ней разошлись. То есть ни в коем случае нельзя сразу разрезать мясо, как только достались в духовке. Для того, чтобы почувствовать прекрасный вкус бараней руки, я использую самый лучший кукурузный дистиллят. У нас на повестке дня баранья рука. Посмотрите, вот это ее жир. Это ее пленка, которую в обычном случае мы бы срезали. Все настолько сочное, настолько нагусенькое. Вот эти жилки, которые раньше мы бы просто выплёвывали, они превратились в замечательное желе. Все отлично. Аромат. Аромат чеснока и мяты. Тонкий аромат тимьяна. Где-то далеко, как будто бы лужайка с зарослями розмарина. Розмарина. Слинки текут. Она гусенькая. По-настоящему, я вас не обманываю, друзья. Именно она гусенькая. Попробуем жирок. Жирок и здесь самые твердые пленочки. Вкус просто сногсшибательный. Если вы когда-нибудь варили мясо на холодец и разбирали это все. Вот это самое вкусное, когда по рукам течет и жир, и желатин, и все такое мягкое, и все разваренное. Вот именно вот это тот случай, когда вот такая прекрасная баранья рука, настолько мягкая, настолько сочная. Но еще есть один сюрприз. Друзья, я всех поздравляю с настоящим мужским праздником. Желаю всем здоровья, радости, бодрости духа и прекрасных закусок. Кукурузный дистиллят. Класс. Теперь, как я и обещал, самая вкусная часть, это у нас галяшка. Вот, смотрите. Вот здесь именно аромат, такой густой аромат мяты, как раз, наверное, было возле кусочка с мятой. Это еще мягче, чем лопатка. Это вообще бомба. Честно, смотрите. Оно просто мягусенькое. Класс. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ссылочка подписаться внизу, колокольчик здесь. И помните, кухня это самое спокойное место. Все хотят кушать, меня уже просто зовут. Всем пока!